Музей при Чебоксарском храме новомучеников и исповедников российских стал лауреатом конкурса «Православная инициатива». Церковные здания 17 века, иконы, одежда священнослужителей и даже восстановленная монашеская келья. Все три этажа музея-библиотеки посвящены истории православной церкви по Волжью. В отличие от большинства музеев, экспонаты здесь можно потрогать, а в старинных интерьерах сфотографироваться. Здесь постоянно проводят экскурсии для детей. Молодое поколение особенно чутко к слову Божьему. Да и обычное детское любопытство тоже никто не отменял. Наши музейные колокола, которые предназначены для того, чтобы каждая экскурсия сопровождалась колокольным звуком. Проводим небольшие мастер-классы. Обучаем звук колокольного колокольного. Чуткое внимание сотрудники музея уделяют детям с ограниченными возможностями. Незрячие и слововидящие ребята могут узнать больше о церковном мире с помощью тактильных картин и игрушек. Они приходят с каким-то ожиданием, а уходят они, я даже скажу, что, наверное, духотворенные. Меняются. И когда подходят к школе, они говорят, Марина Юрьевна, что такое случилось? Вот почему-то так хорошо-хорошо. Несколько залов в музее пока пустуют. В них планируется проводить мастер-классы по иконописи и вышивке. Большую роль в создании музея сыграл настоятель храма Архимандрит Гурий. Он передал в дар иконы и книги, хранившиеся до этого дома. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика.